Приветствую, друзья! Сегодня очередной выпуск анекдотов. Молодой человек приходит в адвокатскую контору Фельдман, Либман и Иванов и просит, чтобы его дело ввел Иванов. Секретарь его спрашивает, почему именно он? Потому что говорит человек, я доверяю его деловой хватке, раз он смог влезть в такую компанию. До N.R. Раньше это сокращение обозначало до нашей эры. Это получается нулевой год и раньше. А сейчас это обозначает до начала эпидемии. Люди, которые работают по 10-14 часов, которые на связи даже ночью, которые воспринимают каждую задачу как личный вызов, которые умрут, но доведут задачу до конца. Знаете, вы мало стараетесь. Сегодня узнал ласковое обращение на немецком Игельшнойцхем. Это переводится ежиная мордочка. Один хрен для русского слуха звучит как модель противотанкового орудия. То, что нас не убивает, делает нас сильнее, злее и подлее. Лучше бы убила. Бабу перед замужеством жизнь должна изрядно потаскать по всем этим есенинским хулиганам, мудакам. Иначе она не оценит гавань спокойных семейных отношений. А попитая жизнью баба будет думать, фух, слава богу, вся эта хуйня закончилась. Иди ко мне, мой жирненький. Есть такая медуза, укус которой вызывает чувство выдвигающейся гибели, суицидальные мысли. Этот эффект продолжается до двух недель. Да, а я с такой жил какое-то время. Девушка, девушка, а можно вашу фотографию? А зачем? А вы знаете, я себе в кладовку повешу, чтобы дети за вареньем не лазили. Входит жена из душа и такая, дорогой. А я готова к непристойным предложениям. Муж такой сидит. Слушай, а давай заправим оливье кетчупом. Жена такая, воу, 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 это борща. Женщина находится у стоматолога, он работает с ее зубами. В этот момент звонит телефон, написано муж. Женщина просит знаками ответить ему, сказать, ну что занята, мол, перезвонит. Мужчина берет трубку у стоматолога и говорит. Вы знаете, сейчас ваша жена занята, у нее сейчас рот занят. Вот, сейчас я закончу, она сплюнет и перезвонит вам. Когда я ем, я глухонем. Хитер коварит и дьявольски проводит. Такая же шутка похожая на эту тему. Когда я ем, я глухонем. Когда я пью, гораздо коммуникабее. Ну и крайний анекдот на сегодня. Мужчина приходит домой, жена у него говорит. Вася, проблема у тебя вся в кручинах, в печали. Тот такой, что случилось? Говорит, блин, тебя, говорит, понизит. Тот такой, почему? Говорит, бабы говорят на работе, поунизит тебя. Он такой, блин, да не может быть. Проходит какое-то время, действительно, бам, его понижают. Ну, приходит домой, все как всегда, работает, живет. И приходит, жена радостная ходит. Прям неимоверно радостная. Он такой, что случилось, что случилось? Она такая, блин, хорошие новости. Бабы на работе говорят. Тебя, короче, сильно, крупно прям повысит. Тот такой, да блин, какое-то время прошло, понизили, да не может быть. Вроде все нормально, не должно. Проходит время, бам, его, короче, прям повышают. Прям крутный руководитель становится, неожиданно. Ну, окей, живет, работает, там зарабатывает. Приходит домой, видит жена прям крученится слезами, прям горючими плачет. Тот к ней, что случилось, дорогая, что такое? Она говорит, бабы на работе говорят, подставят тебя. В тюрьму можешь сесть даже. Тот такой, да нет, вроде все спокойно, все честно, работу не может быть. Проходит время. Вау, действительно, его, короче, подставляют крупно. Сидит в тюрьме, в КПЗ пока перед судом еще. Вот, ну, жена ему приносит там передачку, там, пришла к нему и говорит, вот там тебе, дорогая, там, я юриста наняла, там, инвокатор. Вот тебе там еда, вещи, там, давай типа с юристом советоваться. Он такой, да нафиг юриста, ты скажи, что бабы на работе говорят. И в завершении видео, спасибо, что досмотрели до конца. Было приятно для вас рассказать эти анекдоты. И увидимся в следующих выпусках. Не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте ставить лайки, колокольчик. О том, чтобы следующее видео вышло и вы узнали об этом. Ну и напишите в комментариях, если вдруг вам захочется еще какую-то тему, которую я бы затронул, например, чтобы я осветил. Или какие-то, может быть, интересные мысли у вас есть, поделитесь. И мы запишем для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!